Но еще раз все-таки сфокусируемся на людях. Я говорила, что не буду показывать видео из Израиля. Их очень много, и все они страшные. Но есть видео человеческое. Максим Галкин сегодня, например, записал и сказал, что они с Аллой Борисовной остаются в Израиле, никуда не поедут. Сейчас покажу фрагмент Галкина, вот просто чтобы передать его эмоцию. Мы уже много лет граждане Европейского Союза. У нас есть европейские паспорта. И мы можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных цивилизованных европейских стран. Без проблем. Хоть завтра. Но мы выбрали Израиль, потому что я очень люблю эту страну. Потому что мне здесь спокойно. Потому что мы с Аллой чувствуем себя здесь своими, не чужими. Так же, как мы всегда чувствовали себя в России. Я еврей по маме. Это часть меня. Поэтому мы выбрали Израиль. И ни одну минуту об этом не жалеем. И сегодня, в эти трудные, горестные для Израиля дни, мы здесь и даже не рассматривали возможность куда-то уехать. Почему люди, даже как Максим Галкин, которые не так давно живут в Израиле, но почему, откуда вот этот дух, вот этого единения, которое мы видели, как мобилизованные израильтяне, с каким настроением, спокойствием, уверенностью идут воевать. Это государственное дело? Государство так организовало народ и жизнь? Или что-то другое? Во-первых, я хочу сказать, что я рад за Максима. Мы знакомы сто лет, что называется. Я очень рад за него, за его интонацию, за его позицию, за его выбор. Я просто за него рад. А по поводу Израиля, понимаете, да, вы меня выталкиваете в пафосную зону. Но, тем не менее, раз уж вытолкнули, то скажу. Понимаете, страна Израиля – это страна людей Израиля. Государство не отдельно. Там свои огромные проблемы, особенно в последнее время, и огромные претензии у израильтян к своим политикам, многотысячные протесты и так далее. Но протесты именно потому, что это их страна. Это не где привяжут там Иссариум. И это нигде пережидаемо очередного упыря, кого поставят там баты, перескачут так баты, да, а коммунисты так коммунисты, а Путин так Путин. А это их страна, этих людей. Я сотни из них, да, знаю, десятки близких друзей. Это их страна. И почувствуйте, что называется разница. Война названа войной, потери называются до одного человека. Никаких этих военных тайн нет. Каждая гибель каждого человека оплакивается, и фамилии известны. Люди идут защищать свою страну. Людей не гонят, да, по разнарядке, не отлавливают, а люди приезжают и приезжают из других стран. Я знаю нескольких профессоров, которые, да, поехали, ну, потому что могут быть полезны в этот момент. И из, я не помню фамилии, но бывший министр, который по первой специальности военный спецназовец, да, пошел воевать. Представить себе в России сегодня это, ну, не в пиаровских целях, как Рогозин там, да, надеть касочку, полезть в окоп и обратно за деньгами. А вот так. Это в России представить себе невозможно. И вот что называется, почувствуйте разницу между стыдливой спецоперацией, агрессивной, империалистической, лживой, с самого начала до самого конца, с непонятным количеством жертв, с непонятными целями. Здесь понятные цели, речь идет о жизни страны. Это их страна, понимаете, этих людей, которые идут защищать свою, свою страну. Почувствуйте разницу. И они ее защитят. И Израиль победит, безусловно, как побеждал в гораздо более тяжелые времена. Побеждал, конечно, победит. Вопрос только в цене, повторяю, тысячи погибших для Израиля, это национальная трагедия. И опять-таки прошу сравнить с Россией, где плюс-минус 5 миллионов так и не удосудились посчитать. Это другая. Вот хорошо бы нам это зеркало перед россиянами, если бы можно было какое-то время поддержать, чтобы была возможность поподробнее изучить и сравнить. Да, я из пафоса, я вас в пафос вытолкала, я вас оттуда сейчас и верну в наш бытовой привычный адок, не волнуйтесь за это. Но я хотела сказать такую фразу, которая мне пришла в голову, там мобилизованные, и тут мобилизованные, но есть нюанс, как говорят в интернете. И эта разница очень даже заметна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА